МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. Я Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Павел Малков в Захаровском районе. О ходе рабочей поездки Максим Васильев. Героиновый курьер. Материал Валерия Седова о борьбе с закладчиками в регионе. Хранители времени. Репортаж из реставрационной мастерской. Смотрите далее. Временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков сегодня работает в Захаровском районе. Он осматривает инфраструктурные и социальные объекты. Там же находится наша съемочная группа. Передаю слово. Знакомца с Захаровским районом Павел Малков начал со строительной площадки элеваторного комплекса. Только в мае здесь было получено разрешение. Уже сегодня здесь вовсю идут работы, технические характеристики элеваторного хранилища предусматривают объем до 30 тысяч тонн хранения с возможностью расширения еще до 30. Стоимость объекта полмиллиарда. Возведение комплекса ожидаем в конце октября. На встрече с активистами района Павел Малков был откровенен. Воздушных замков не строил, говорил по существу. Например, вопрос о строительстве фока в районе пока остается открытым. А вот на что деньги он точно пообещал найти, так это на постройку нового здания Захаровского детского сада. Проектно-смертная документация здесь уже есть. Стоимость работы составит 121 миллион рублей по нынешним ценам. И уже есть даже участок в 9 тысяч квадратных метров под строительство этой школы. И все-таки самый важный на сегодня вопрос дорожного строительства. У села Плахино сегодня возводят подъезд к Сушилке от автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. Строительство ведут по госпрограмме комплексное развитие сельских территорий. Получено федеральное субсидие в 11 с лишним миллионов рублей. Общая же цена контракта 13 миллионов. Работы здесь практически завершены. Вопросы в целом характерные для всего региона. Это дороги, это водоснабжение, это объекты, социальные инфраструктуры. Ну и собственно, как всегда, мы построили обсуждение от приоритетов. Проблемы везде одни и те же. Хочется взять и сделать все разом. Но надо, конечно, выбирать какие-то основные направления, исходя из возможностей бюджета. Я здесь всегда выступаю за открытый диалог, чтобы местные администрации и активы могли выбирать направления, которые нужны в первую очередь. И понимали, по каким направлениям мы движемся и когда будет результат. Потому что, конечно, легко нам обещается сказать, что мы вот завтра все сделаем, запустим и уйти. Но мы понимаем, что фактически реальные возможности у нас ограничены. Надо просто всем вместе выбрать, куда мы все-таки идем. Мы сейчас как раз находимся во дворе, здесь Кусад номер один. Здесь единогласно все сказали, что это один из основных приоритетов. Вопрос пока не решен. В бюджете этого объекта нет. Но если люди говорят, что это приоритет, если администрация это подтверждает, то вопрос должен быть решен. Будем решать. Поездка в Захаровский район довольно насыщенная. И, скорее всего, визит завершится уже глубоким вечером. Все подробности смотрите завтра в программе «День города». Гулять по паркам, конечно, прекрасно. Особенно летом, когда светит солнце и шелестит зеленая листва. Однако есть в таких прогулках щепетильные моменты, когда хочется пойти в туалет, а сами помещения, говорят жители, не всегда чисты. Так ли это, разбиралась наша съемочная группа. Картина, которую мало кто видел, потому что происходит сие действия рано утром, пока в парке почти нет людей. Идет уборка биотуалетов. Она производится как бы в два этапа. Первый этап у нас идет о откачивании туалетов. Машина идет АСМ. Бочка, которая откачивает жидкость, наполненная нижней чашей туалетом. Она проезжает, откачивает. Потом проезжает машина, вот КАМАЗ-ПМ, палеомоечная машина. Она уже санитарно ее убирает, ну, моет полностью, очищает ее от грязи. И доливается антисептик, чтобы они как бы не пахли. В Центральном парке культуры и отдыха пять кабинок. Четыре у танцплощадки, одна у входа с улицы Братиславской. Очищают их два раза в неделю, в жару трижды, чтобы запах не распространялся. И речь идет не только о вот этих пяти биотуалетах. По городу их гораздо больше. У нас стоят в парках, на площадь Ленина, Наташин, городские ряды, парк Гагарина, ярмарки. То есть их где-то по городу примерно около сорока, ну, может, сорок один, сорок две штуки. И они регулярно убираются. Располагают их преимущественно в парках, где большая проходимость ставят от четырех кабинок, где малая – одну-две. Устанавливают и в местах массового скопления людей. Убирают по такому же графику. А это уже туалеты другого типа, стационарные. В городе их три – в Центральном парке культуры и отдыха, в сквере на Новослободской и в парке имени Скобелева. Стационарные туалеты убирают ежедневно. Да и работают они круглоготично, в отличие от тех же Био. Правда, стационарные на ночь закрывают. Причина простая – хулиганы. Разрисовывают стены, ломают краны. В ночь перед съемками и вовсе сорвали LED-ленту. Вымещать свой бунтарский дух на туалетах – идея, конечно, тривиальная. Но за это можно и административное наказание получить. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Настоящий бой дали питерскому «Зениту» футболистки женского клуба «Рязань-ВДВ». Наши спортсменки приехали в гости к лидеру чемпионата в приподнятом настроении. Совсем недавно в кубковом матче «Рязаночки» одержали первую победу в сезоне. И по ходу игры вправе были рассчитывать на положительный итог. Матч с лидером «Питерским «Зенитом» рязанские десантницы начали без разведки и уже к десятой минуте. Команды обменялись опасными моментами. Гости атаковали с задором, но оставляли много свободных зон. На 15-й минуте очередная атака «Белоголубых» закончилась угловым. На подачу откликнулась Анна Диаш, лучший бомбардир «Зенита» и в касании переправила мяч в сетку. Главой подача Диаш открывает счет. Впрочем, быстро пропущенный мяч десантница не смутила. Они также четко оборонялись, а ошибки защитников подчищала Мария Жемонакова. Но на 43-й минуте и она была бессильна. Удар со штрафного от Натальи Трофимовой пришелся точно в крестовину ворота, а первой на добивании оказалась все та же Анна Диаш. 2-0. Второй тайм начался с атак «Зенита» и в одной из них травму получила галкипер-десантница Мария Жемонакова. Ее сменила Виолетта Исайкина. Свой отрезок игры она в конечном счете отыграла на ноль. А вот Рязань ВДВ в концовке все-таки забила. Красивым ударом со штрафного в нижний угол хозяйских ворот мяч отправила Наталья Перепечина. В итоге 2-1 с лидером, да еще у него дома вполне приличный результат. Впрочем, за хорошую игру очки по-прежнему не дают. Рязань ВДВ сегодня замыкает турнирную таблицу. Следующий матч в Суперлигию десантниц 13 августа. В гости приезжает «Звезда-2005». Мошенники снова активизировались, работают дистанционно через телефон и интернет. Схемы их не устаревают, а люди, попавшие в их сети, отдают свои сбережения. Самая распространенная схема мошенничества уже получила свое название. Вам звонит сотрудник безопасности банка. Можно сказать, классика для злоумышленников. Не устаревает до сих пор. Сейчас мошенники снова по ней работают. Злоумышленники сообщают о проблеме на счете, просят снять с него сбережения, взять кредит и перевести все деньги на так называемый резервный счет, который впоследствии обнуляется. По такой схеме девушка из Спасского района лишилась почти всех своих сбережений. Ей позвонил незнакомец, представился сотрудником безопасности банка и сказал, что кто-то пытается вывести все деньги с ее банковского счета. Спасти средства можно, если перевести их на резервный счет. Девушка все свои 130 тысяч туда через приложение и отправила. После этого счет обнулился. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» до шести лет лишения свободы, если найдут. Другая схема мошенничества, ваш родственник попал в беду. В этом случае злоумышленники при звонке представляются сотрудниками правоохранительных органов. Рассказывают, что родственник ваш совершил преступление, сейчас находится в отделении полиции, но его можно освободить за небольшое денежное вознаграждение. Важно помнить, что сотрудники служб, безопасности банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счетами. Никогда не передавайте свои персональные данные, в том числе пароли и кодовые слова банковских счетов и карт. Самый простой способ такого мошенничества избежать – повесить трубку и самому перезвонить в банк или родственнику, якобы угодившему в беду. А вот где трубку не положишь, так это в интернете, на еще одной территории мошенников. Здесь работают другие схемы. Мы нашли ваши документы, вирусная атака, выплаты процентов и другие. Самое распространенное онлайн-покупки – это когда цена на товар слишком низкая, а у продавца не указан адрес или телефон. В этом случае стоит насторожиться. Полицейские и вовсе советуют позвонить продавцу и расспросить его о товаре. Заминки на другом конце провода, ложная информация – все это должно как минимум насторожить, а как максимум стать поводом для отказа от покупки. Эти простые советы помогут сохранить сбережения. Однако не все им следует, ведь звонки от мошенников продолжаются до сих пор. О поимке закладчиков полицейскими наш телеканал сюжеты делал неоднократно. И вот буквально вчера мы рассказывали о курьере со ста с вертками героина. В идеале все изъятое должно надежно храниться в комнате вещдоков. Но это в идеале. В этот раз речь пойдет не о народной 228-й статье «Покупка и хранение наркотических веществ», а про статью, следующую за ней «Хищение либо вымогательство наркотических средств». Однако подробности уголовного дела куда интереснее. Это самое хищение совершил не кто-то с улицы, а самый настоящий следователь полиции. У него был доступ к комнате вещдоков, которую он использовал не по назначению. По данным следствия подозреваемый совершил хищение наркотических средств психотропных веществ, полученных им из специализированной камеры хранения вещественных доказательств МВД России по Рязанской области в рамках расследования находящихся в его производстве уголовных дел. Вычислили такого ходока сотрудники железнодорожного межрайонного следственного дела следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Поводом послужили материалы подразделения собственной безопасности регионального ОМВД. Следователями произведен обыск по месту жительства подозреваемого изъят его телефон. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. В мае 2022 года этого сотрудника кстати уволили. Цитата «в связи с совершением поступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Конец цитаты. Сейчас назначены все необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. За исчезновение наркотиков предприимчивому следователю грозит до 15 лет тюрьмы. И это не считая так называемого «волчьего билета». Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». Рязань с жемчужиной деревянного зодчества. Хотя многие драгоценные объекты и утрачены, тем важнее сохранить оставшиеся. Чем и занимаются региональные отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и реставрационная мастерская Сергея Косырева. О ремесле реставратора пойдет речь далее. Мебель возрастом сто, а то и больше лет, особенно деревянная, частенько становится не просто предметом, но эдаким концептуальным объектом в жилищах тех, кто стал счастливым обладателем подобного старожила. Вдохнуть новую жизнь и продлить ее комоду или буфету, шкафу или сундуку, который пережил не одно поколение под силу лишь профессионалу, знакомому с поведением капризного материала, дерева, с особенностями его старения и с тем, как возобновить, но одновременно сохранить. В этом и есть основное искусство и сложность ремесла реставратора. Научиться реставрации довольно сложно. Одно дело, навыки какие-то первичные, чтобы дома что-то делать, винтажные всякие изделия, а другое дело, когда серьезные научные реставрации, музейные, да и допуски нужны. В реставрации есть два таких основных, можно сказать, направления. Первое, это надо сделать мебель такой, которая была, изначально, как ее мастер сделал. Второе, надо сделать мебель так, как она дошла до нашего времени. То есть, два направления абсолютно диаметрально противоположные, их надо совместить на грани вот этих и реставраторы работают. Этот гарнитур из красного дерева приехал на реставрацию Санкт-Петербурга. Он датируется концом 19 века, скорее всего, итальянского производства. Только посмотрите, какой он приобретает роскошный вид. Такую мебель в своем доме, пожалуй, рад был бы видеть каждый эстет. А еще и с историей, и пережившей роковые годы, и оставшейся в целости. В отличие от наличников Тимофеевской церкви из Ижевского, в прошлом сентябре наша телекомпания познакомилась с Никитой Гириным, который занимается устройством лапидария на кладбище в Ижевском и расчищает фундамент кладбищенской церкви. Во время раскопок он обнаружил то, что осталось от экстерьера храма, символа освобождения ижевских крестьян от крепостного права. Среди них были и остатки наличников. Теперь их восстанавливает Сергей Валентинович, чтобы однажды они заняли свое прежнее место и стали частью выставки в Ижевском. Он будет висеть на цепях. А здесь вот есть новые элементы. Вот этот, да? Да, а его не было. А он даже в ужасном состоянии не сохранился. Ни в каком. Ни в ужасном состоянии сохранился. Вот там некоторые есть элементы вот такие, которые в половине часть нет. Нет, их оставим. Восстановление предметов в экстерьерах, коим и относятся наличники, двери, занимаются очень немногие реставраторы. Это довольно сложно. Внешние элементы подвергаются воздействию стихий. Мало кто за это берется. А вот в мастерской в Рязани целый проект, посвященный наличникам. Работают совместно с региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Недавно выиграли президентский грант. Восстанавливают сохранившиеся наличники и делают копии. Вот это копия с улицы Вознесенского. Правда, здесь у нас еще чистые исторические элементы, которые мы в архивах нашли, которые нет сейчас. Но Вознесенского у нас они здесь. Заодно Сергей Валентинович секреты своего мастерства передает всем желающим. Абсолютно бесплатно принимает в студию учеников. Среди них есть совсем юные. Например, 14-летний Сергей. Мне очень нравились всегда наличники. Различные латыни тут стоят. И мне хотелось когда-нибудь тоже принять участие в их восстановлении или создании. И поэтому я решил, мы нашли такую возможность, чтобы реставрировать их. И поэтому я теперь сюда пришел. Нравится смотреть, какую работу проделаешь. Вот как я тут очищала различные детали, а потом их в шкаф собрали и было интересно это увидеть, как он выглядит. А есть уже опытные мастера. Столлер не одно десятилетие. Сергей Куликов теперь познает нюансы реставраторского искусства. Реставратором-то я недавно, хотя до этого восстанавливать конечно приходилось довольно много, потому что с деревом уже больше 20 лет уже занимаюсь. Вот так ежедневно и творится волшебство в старинном домике на улице Салтыкова-Щедрина. Хотя для реставрационной мастерской он и становится уже тесноват. Сергей Валентинович и его ученики пока мечтают о большом помещении, но неустанно трудятся над сохранением истории. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше о ремесле реставратора смотрите в пятницу в программе «Городские встречи». А я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова